и друг мой как твои дела с тобой до воды и что у нас сегодня здесь есть на обзоре о чем мы сегодня поговорим а может даже и скажем что это полнейшая залупа хоть и 2 и 0 это у нас продукт zr премиум 2 и 0 что значит 2 и 0 что такое премиум и сейчас тобой здесь разберем но для начала давай познакомимся с боксиками в чем такой шоу бокс чем этот продукт хранится я скажу тебе так у это все пришло в красивом боксе хочешь увидеть что было еще в этом боксе помимо табака то посмотри прошлое видео там есть анбоксинг под прикольный такой chill out house lounge и посмотришь что было в этом боксе либо ныряй в описании там есть ссылочка на это видео с анбоксингом всего остального так вот и здесь мы теперь поговорим только о продукте дабы не занимать тайминг какой-то там дрянью типа анбоксингов и прочего но эти скажу также это мы разыграем с тобой специально для тебя короче у меня есть продукт zr премиум the air премиум табак но эта брошюрка не несет никакой такой смысловой нагрузки это лишь те вкусы которые здесь есть и все их я прокурил у меня остался последний вкус это красная смородина не мы тоже поговорим короче вот такие вот шоу боксы у меня их три штуки которые я разыграю одну штучку я себе оставлю потому что она наполовину уже пустая три победителя три бокса победителя мы выберем уже в отдельном видосе где будут все победители короче давай смотреть что нас ждет внутри нас ждет вот такие вот классические 25 граммовые пачечки имеют они мульти наклеечку которая вот так вот отдирается да но отдирается она не очень признаем честно это хуевая идея сразу клеить наклейку уже на саму пачку хотя после наклейки у тебя как бы остается название на пачке но ее вот так вот сильно сгинает я ее прям очень сложно приклеить как бы красиво обратно чтобы она была не деформирована вот такой вот мы получаем да это прикольно потому что можно все это пересыпать куда-то хотя я не понимаю в чем соль пересыпать 25 граммовую пачку там то и нехуй пересыпать по факту в чашку забила хватит если у компании zr более что-то для хареки какие-то 100 граммовые 250 граммовые я к сожалению не знаю непонятная тактика давай пройдемся по вкусам и пока моя чашечка не перегрелась ее бы немного надо бы прокурить я попробовал за это время все вкусы и в принципе готов их тебе немного рассказать смотри orange мармелад апельсиновый мармелад сразу скажу вкус довольно таки подозрительный неприятный я его курил и не мог понять это не до цитрус не до мармелад и его курение однозначно меня немного напрягала и было неприятным разбери петахая микс довольно таки интересный микс сочетание петахая с ягодками довольно таки круто но если смотреть это на вкус как малина то не совсем там скорее всего какой-то микс ягод потому что целостность малины в миксе с петахая не очень прям ярко раскрывается но микс получился довольно интересный бери десерт ягодный ягодный десерт брать ягодный десерт или нет выбор ваш почему потому что десерт это такая сложная вещь мне десерты нравятся поэтому этот десерт мне очень понравился доминиканский ром вот с ромом у ребят не очень задалось объясню чем потому что там не то чтобы рома там вот я скажу коньячина вот прям такая лютая коньячина и она мне не очень прям так понравилась passion fruit маракуйя маракуйя топ ничего не скажу получилось довольно таки здорово рекомендую попробовать если вдруг нарветесь на zr где-нибудь в магазине sweet mint сладкая мята я не фанат мяты не фанат супер новые поэтому я ее так пару раз добавил миксы ну мята и мята а лимон лолипопа такие знаете не то чтобы лимонные кита леденцы больше какие-то цедра лимонные немного горьковатые либо я просто воспринял так этот вкус red street красный коктейль и смородины вишни и сочных красных ягод получился круто смогли есть смородина это всегда топ скажу так смородина это топ green mango white strawberry зеленая манга с клубникой манга где манга есть там то потому что российские производители реально остановились на очень крутом манга чик шоколадные вафли ну на любителя а я лесные ягоды forest berry есть в этих ягодах тот самый прикол в том что вот пихта какая-то зеленушка она прям очень хорошо раскрывается и дополняет вкус ягод поэтому тоже как бы респект tropical tenderness это ананасы и прочее 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 мне не очень закатило на самом деле и battle фруид ну компот другому не сказать просто компот из чего-то сладкого точно ничего в нем распознать у меня не получилось во время курения пакман пакман вроде такие думают пакман это типа пинкман нет это немного другое я вам скажу примерно по своим ощущениям то очень ярко чувствовалось кока-кола и то ли то ли груша то ли лайм ну короче по описанию это фейхоа но как мы знаем что мало кто из производителей реально делает фейхоа фейхуей и китана и вот это вот китана это смузи кактусового финика спелой смородины и приправленной мятой как таковой мяты там не очень сильно прослеживается но где есть смородина это все соответственно топ теперь давай вернемся уже наверно к тому чему мы любим это как все это курица как все это забивается какие есть минусы что к чему и так далее продукт по температуре держит себя очень хорошо то есть даже ты немного забивая что он не сильно перегревается а по времени прогрева тоже все очень здорово не очень долго и не очень быстро но есть такой минус во время курения в том что появляется неприятный маслянистый аромат во многих вкусах которые я прокуривал именно во время того когда чашка начинает немного перегреваться это конечно все решается парочкой прокуров но лучше прокурить дать другому человеку потому что после того когда ты его прокурил вернул ему ту былую яркость вкуса без этого маслянистого привкуса этот маслянистый привкус остается у тебя на горле грубо говоря и уже во время всего курения ты его чувствуешь по каким-то остальным неприятным ароматом в самом продукте как бы не слышится продукт курится стабильно конечно да версия 2.0 версия 2.0 на самом деле зр который был первый он был тоже на уровне то есть да он тоже нормально прокуривался но им не хватало какого-то маркетингового толчка либо просто не везло зр премиум 2.0 возможно столкнется с такой же проблемой потому что ну как до вас донести ребят текст премиум не делает из вас премиума а наоборот вызывает большего внимания обратить на этот продукт и когда люди читая слово премиум они покупают этот продукт и когда они его прокуривают они думают а где это ёбаная премиум блять где нахуй и разочаровываются в продукте то есть производитель изначально программирует мозг потребителя на что-то премиальное но ничего премиального в этом нет поэтому мой большой совет когда вы решите убрать вот этот ёбаный значок инстаграма и вот этот блять текст самого инстаграма уберите нахрен это слово премиум ну блять никуда она просто не залазит но вот никуда это не лезет давно уже ушло время этих премиальных табаков да есть продукт есть продукт но чем ты премиум короче меня это дико бомбит у меня таких слов как премиум дико подгорает жопа и на самом деле охота сказать вот из этого только одного слова премиум продукт полнейшая хуйня ну его нахуй но моя адекватность меня сдерживает от этого и я такой типа блять премиум забудь про это слово дава не обращая внимание покури прочувствуй услышь минусы услышь плюсы в этом продукте расскажи как есть я так делаю чашечку и понимаю что до продукт курить можно ромка прикольная кстати что касается вкуса со смородина я вам скажу так что нигде ни у кого из производителей я такой крутой смородины не пробовал это прям та самая черная смородина из детства когда ты сидишь сидишь на кухне а твоя мама в алюминиевом ковшике в тазике перебирает смородину чтобы сделать из него варенье это просто непередаваемая смородина получилось топ как и многие вкусы которые я говорил что получили стоп зр премиум по праву лично по моему праву я оставлю у себя потому что мне понравились многие вкусы и я прям их прокурю но у меня есть еще три блока три полных блока я их тебе разыграю я тебе их разыграю за подписку за включение уведомления о новых видео на моем канале и конечно же за комментарии что ты думаешь по продукту zr даже по самому старому просто напиши и среди этих комментариев мы уже в отдельном видосе потом выберем победителей которые заберут три блока zr поэтому если будете в магазине то купите одну пачку zr и просто попробуйте что это такое возможно вам понравится расширять свой кругозор и rrc на самом деле не очень дорогая этого продукта но он принципе курица также как тот же ваш любимый дарксайд как тот же ваш любимый берн либо тот же самый ваш любимый дафт а возможно кто-то полюбит его больше чем эти производители очень сильно выиграет на rrc то это был дава дым это zr 2.0 не премиум пока пока